МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Роман Анатольевич Коврыга, глава Грачевского муниципального района Ставропольского края. Здравствуйте, Роман. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Роман Анатольевич, ну не могу не спросить сразу, как ваши дела? Как дела у Грачевского района? Дела у Грачевского района нормальные, обстановка стабильно напряженная. Работаем над теми задачами, которые ставит перед нами губернатор, правительство. Да. Район вошел, начал, вернее, уборочную страду. Уже начал. Да, уже начал уборочную страду. Вот. Есть, конечно, ряд текущих задач. Поэтому... Ну, о них мы как раз сегодня с вами и поговорим. И, конечно же, я не могу не затронуть тему нынешней жары, нынешних погодных условий. Как вообще обстоят дела в Грачевском районе? Всего лишь 30 километров от Ставрополя, но Ставрополь жарче или все-таки жарче у вас? Жарче и у нас. Есть, конечно... Да, есть вопросы, которые требуют, скажем так, текущего реагирования. Значит, район, несмотря на то, что недалеко расположен от Ставрополя, есть проблемы, серьезные проблемы с водоснабжением района. Много, конечно, нареканий и жалоб и обращений от жителей района поступают, как в наш адрес, в адрес губернатора, в адрес президента. Поэтому тесно взаимодействуем с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, с предприятием Старополь-Краеводоканал, для того, чтобы комплексно подойти к решению этих вопросов. И, естественно, губернатор ситуацию держит на контроле, для того, чтобы снизить тот дефицит воды, который, к сожалению, присущ для Грачевского района, именно в весенний период. Люди жалуются. Да, люди очень, конечно, жалуются на нехватку. К сожалению, район так устроен, что нет технического водоснабжения, а то водоснабжение, которое имеется в районе, сети и сооружения на 70-80% пришли в негодность, требуют замены. Естественно, в летний период идет большой разбор воды, в том числе и на поливы при усадебных участках. Ну и элементарные вещи. Многим, конечно, не хватает на то, чтобы просто бытовые условия соблюсти. Вы знаете, Роман Анатольевич, я еще даже не успела нашим телезрителям сказать о том и напомнить, что у нас работает горячая линия, и то, что нам можно позвонить в студию, у нас уже есть звонок. И как раз по воде. Давайте, наверное, ответим на него. Давайте. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. К вам обращается житель села Грачевка Сергеев. Здравствуйте. У нас уже несколько лет, как только наступает лето, жара, в селе в нашем начинают отключать воду. И поэтому приходится либо набирать воду в проб, когда она появляется, либо ждать водовоз и носить воду ведрами. Местный водоканал нам говорит, что проблема в аварийном водопроводе, который нужно срочно ремонтировать, а средств на ремонт нет. Скажите, пожалуйста, принимаются ли меры для решения вот этого нашего вопроса? Ну вот, в общем-то, мы с Романом Анатольевичем только что, да? Спасибо, Сергей, за звонок. Да, мы, скажем так, отрабатывали эту ситуацию конкретно на оперативном совещании в министерстве ЖКХ, значит, подали ряд предложений. Значит, на прошедшей неделе прошла встреча губернатора с министром. Было озвучено о том, что помощь и поддержка Грачевскому району в следующем году будет запланирована. Сейчас формируются предложения. И, естественно, большую и значимую проблему, конечно, занимает у нас Шпаковский групповой водопровод, который был введен в эксплуатацию в 70-м году. И в настоящее время, вот за прошедший год, по-моему, 66 аварий. В текущем году уже, начиная, скажем так, с весны, около 40. Поэтому требуется, да, водовод, он как бы по протяженности составляет 21 километр. Естественно, это затратно для бюджета края. Поэтому, ну, министерство будет сейчас, скажем так, формировать предложение для того, чтобы снизить дефицит. Хотя бы снизить дефицит для того, чтобы система водоснабжения Грачевского района отвечала тем требованиям, которые предъявляют жители района. То есть получать стабильно качественную воду, необходимого качества, в нужном количестве. Ну, и это уже будет уже к 2020 году, к сезону как раз жаркому уже, в принципе. Кроме этого, есть ряд других проблемных вопросов по селам Сергиевское, где тоже дефицит водоснабжения есть. По селам Тугулук, Куульта. Самая острая ситуация, конечно, на текущий момент, это села Спицевка Красная, Бешпагир и непосредственно Грачевка. Потому что там система водоснабжения сформирована за счет местных родников, которые в осенне-зимний период дают необходимое количество. А с приходом весны и лета своей воды не хватает, и мы подпитываемся Сенгелеевской водой для того, чтобы обеспечить людей необходимым. Ну, я все-таки напомню нашим телезрителям о том, что у нас действительно работает горячая линия номер 333-020, код города 8652. Звоните нам, особенно если вы житель Грачевского района, у вас есть сейчас возможность лично задать вопрос главе. И если вдруг вы не дозвонитесь, потому что звонков может быть много и у нас будет занято, то пишите в наши мессенджеры, ватсапы, вайбер, номер телефона вы видите на своих экранах. Мы ждем ваших сообщений, самые такие острые будем вместе с вами зачитывать. Продолжим. Я думаю, что самая, наверное, такая важная тема – это экономика района. Сегодня это действительно очень важно. С начала года уже прошло полгода, да, то есть большая часть мы уже перешли этот экватор. А бюджет, который был направлен в Грачевский район в начале года, куда сейчас приоритетные направления его трат? Ну, экономика – это, понятно, основа нашей работы. Естественно, бюджет – это приоритет и вопросы администрирования доходов для того, чтобы мы смогли выполнить те задачи, которые взяли обязательства перед губернатором, перед правительством. Те задачи, которые поставлены президентом в указах. Поэтому на сегодняшний день за 5 месяцев доходная часть бюджета в тех параметрах исполнения порядка 44%. Мы собрали 350 миллионов общих доходов, в том числе 74 миллиона – это наши собственные доходы, по которым тоже исполнение порядка 44%. Расходы в основном направлены на социальную политику, на образовательные учреждения, на культуру, на те обязательства, которые есть перед населением. Доля их в структуре расходов – это свыше 80%. То есть, в общем-то, все направления? Все направления, по большому счету, они все носят социальный характер. Это и в части образовательных учреждений, это и подготовка к новому учебному сезону, это вопросы антитеррористической безопасности, вопросы противопожарных мер, потому что законодательство меняется, перед нами всегда появляются новые требования, и мы должны четко соблюдать для того, чтобы обеспечить безопасность наших детей в учреждениях. Вопросы ремонта капитального кровель, вопросы благоустройства школьных дворов, вопросы замены оконных блоков. То есть, вот, скажем так, тот минимальный набор мероприятий, на которые необходимо сидеть. Да, поэтому все они, конечно, корректируются, формируются в определенное время, и мы, соответственно, в определенные сроки должны их выполнить. Все, что касаемо социалки, это практически до первого сентября. Какие сейчас в районе реализуются программы, успешно, так скажем? Я знаю, местные инициативы у вас отлично, в Бишпагире особенно, да, вот в Спицевке хорошо были реализованы, уже в этом году. Да, программа местных инициатив, скажем так, носит основное направление деятельности наших органов местного самоуправления поселений, и, если можно так сказать, прошлый год, когда у нас участвовали один или два муниципалитета, по прошлому году могу сказать, что муниципалитеты были такие, как Тугулук, Кугульта, где объем проектов составил 5 миллионов рублей, то в прошлом году была организованная системная работа, с учетом того, что и губернатор, и Дума Старопольского края, скажем так, постоянно ведет реформирование и улучшение, да, до того, чтобы большая часть муниципалитетов могла туда войти и, скажем так, решить свои наболевшие проблемы. Будь то благоустройство, будь то какая-то дорожка или, значит, дорога к какому-то социальному объекту, приобретение коммунальной техники, либо ремонт Дома культуры. Поэтому нами в прошлом году, значит, был пересмотрен вообще подход к участию программы, и в текущем году, скажем так, с прошлого года, когда мы начали готовиться, у нас из 8 муниципальных образований поселений в текущем году участвует 8, то есть все 100% вышли победителями, да, значит, крайнее муниципальное образование Сергийского сельсовета, оно стало участником-победителем буквально вот несколько дней назад, когда сформировалась экономия после всех процедур, и сейчас, скажем так, достойно вошло в реализацию этой программы. Хочу сказать, что 8 муниципалитетов, это порядка 14 миллионов рублей, которые, значит, главы смогут решить у себя на местах и улучшить, значит, качество проживания наших жителей. Из этих 14 миллионов, 2 миллиона это порядка, 2 миллиона это, значит, средства населения и организации, то есть внебюджетный фонд, который тоже является, скажем так, одним из критериев подхода и, скажем так, показателем участия в этом проекте. Мне подсказывают, что у нас есть новый звонок. Ответим, да? Да. Да, здравствуйте. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я обращаюсь к вам, от жителей села Сергийское. Мы неоднократно обращались в наш совет с просьбой о строительстве в нашем поселении современной спортивной площадки для занятий спортом деток. К сожалению, результатов пока нет. Скажите, пожалуйста, возможно ли решить нашу проблему? Спасибо вам большое за вопрос. Спасибо, Татьяна. Село Сергийское, скажем так, пограничное село нашего района. Понятно, что там накопилось большое количество вопросов и проблем. Будем их постепенно решать. В части, конечно, спортивного объекта, который бы отвечал современным требованиям и позволял жителям села проводить какие-то спортивные мероприятия. Или просто дать детей. Или просто дать детей в секции. Хочу сказать следующее. Сейчас министерством сельского хозяйства формируется перечень заявок для участия. В следующем году мы подали две заявки. Одна от Спицевского сельсовета, одна от Сириевского сельсовета. Как раз таки по строительству спортивной площадки, которая отвечает современным требованиям. Это именно в Сергеевском? Это именно в Сергеевском, да. И будем надеяться, что в следующем году наша заявка будет учтена. И мы сможем этот проект реализовать именно в селе Сергеевском. Отлично. Я думаю, что мы исчерпывающе ответили на этот вопрос. Спасибо еще раз нашим звонившим. Но мы продолжим говорить все-таки об экономике. Я бы хотела затронуть тему промышленности Грачевского района. У вас много предприятий, в основном они все пищевые. Это 70%. Какие из них более успешны? И кто входит в те оставшиеся 30%? Какие это направления промышленников? Ну, предприятия промышленности, их в принципе немного в Грачевском районе. У нас есть предприятие Гидроагрегат, есть предприятие Грачевский элеватор, есть предприятие Югагросервис. Как раз таки вот то, о чем вы говорите, Александр. Это кондитерская фабрика Сладевиль, которая, скажем так, составляет 70% в доле предприятий промышленности. Хочу сказать, что очень достойное предприятие. На предприятии работает более 200 человек. 30 разновидностей продукции, которые пользуются спросом не только в России, но и за ее пределами. Предприятие ежемесячно, скажем так, выпускает более полутора тысяч тонн продукции. Достойная зарплата на предприятие. Продукцию можно увидеть на прилавках Ставрополя? В том числе. А если не только, то где еще? Ну, в странах ближнего зарубежья. Все-таки импортируется? Импортируется, да. Скажите, пожалуйста, вы в последнее время привлекаете инвесторов в район? Вы даже на сайте своей администрации создали отдельную вкладочку, где можно подробно почитать, что можно проинвестировать, как проинвестировать. Вообще, как с этим обстоит дело? Есть ли инвесторы? Есть ли средства инвестиционные? Ну, хочу сказать, что вообще Грачевский район по логике вещей должен быть наиболее инвестиционно привлекательным, учитывая, скажем так, логистику и близость со Ставрополем, учитывая то, что есть и транспортная инфраструктура, и железная дорога. Тем не менее, мы испытываем проблемы в этом плане в части привлечения инвестиций. Да, работает команда, скажем так, администрации и в целом вся команда главпоселения на то, чтобы максимально постараться привлечь инвесторов. Вы знаете, району крайне, конечно, необходимы предприятия переработки. Учитывая то, что мы близко и транспортная инфраструктура есть, мы бы хотели, конечно, видеть в этой части какую-то переработку. В том числе предприятия, аналогичные предприятию «Югагроссервис», для того, чтобы... Ну, во-первых, это рабочие места. Во-вторых, ну, во-вторых, Грачевский район, конечно, большая трудовая миграция. То есть все ездят рядом в город Ставрополь, в заработных классах. Ну да, ведь мы соседили. И это, понятно, ни для кого не секрет. Поэтому наша задача максимально создать такие рабочие места и предприятия, которые бы отдавали отдачу и приносили добавленную стоимость именно на местах. Чтобы наши люди достойно работали именно в районе. Вот. Значит, да, создана инвестплощадка, вернее, инвестпортал. Порядка десяти инвестиционных площадок. Три из них... Десять, да? Десять, да. Три из них сельскохозяйственного направления, три промышленного. Ну, оставшаяся часть, как бы, она еще не определена, потому что... Ну, в общем-то, если, так скажем, появится, то будете обсуждать, куда... Конечно, конечно, да. Вот. Несмотря на это, как бы, благодаря именно и поддержке губернатора, у нас реализуется крупный инвестпроект на территории района. Это строительство солнечной станции. Да. Солнечной станции. О солнечной станции мы с вами поговорим немного позже. А сейчас я предлагаю уйти на небольшую рекламную паузу, после которой мы продолжим говорить о Грачевском муниципальном районе. Мы продолжаем прямой эфир. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях глава Грачевского муниципального района Ставропольского края Коврыга Роман Анатольевич. Роман Анатольевич, ну, мы с вами остановились на строительстве той самой, самой большой солнечной электростанции. Давайте о ней подробнее поговорим. Что это вообще был за проект? Если я не ошибаюсь, 6 миллиардов было выделено на то, чтобы построить станцию. Нет, чуть не так. Проект, сам проект, порядка 13,5 миллиардов рублей. 13,5 миллиардов. Реализация его началась с начала года. В принципе, сегодня на объекте уже работает более 200 человек, порядка 40 единиц техники. Построена уже сама подстанция. Введена в эксплуатацию уже первая очередь солнечная станция. То есть, в принципе, уже запустили и пробуют? Ну, нет, еще нет. Далее, на стадии подготовки к воду в эксплуатацию вторая очередь. Всего их 8 будет. Всего их будет 8. Проект, в принципе, с реализацией первый квартал 2020 года, то есть завершения. На сегодняшний день я уже, как бы, сказал, какие объекты, значит, в части его выполнены, значит, выполнены работы по ограждению, введутся пусконаладочные работы, построена комплексная трансформаторная подстанция, четыре блочно-модульных инверторных установок. Хочу сказать, что до конца года мы, в принципе, должны ввести порядка пяти очередей, то есть из 100 мегаватт к концу года должно быть введено 75. То есть она уже заработает и, в принципе, будет обеспечивать электроэнергию? Да, и на сегодняшний день, в принципе, проект реализован практически на 45%. По сути, когда он появится в полном объеме, это дополнительно 20 рабочих мест для нашего района, ну и более 300 миллионов рублей бюджетных поступлений во все уровни бюджета. Какой у него будет охват? И самое главное, что, значит, это будет самая крупная, значит, солнечная станция в стране. На площади расположено 287 гектар. Прекрасно просматриваются страссы в сторону Ставрополя, по правую сторону. Какую территорию она занимается? 287 гектар. 287 гектар. Очень много. Какая площадь объема у него будет? Она будет обеспечивать весь Грачевский район? Нет. Дело в том, что сама станция, суть ее и назначение, она будет в общую энергосистему края, значит, поступать электроэнергия, там мощность, которая, в принципе, даст региону для развития каких-то инвестиционных проектов в части подключения и, как бы, наличия свободных мощностей. Угу. Каждый раз в прямых эфирах, в чем-то, в каких-то сферах убеждаюсь, что Ставропольский край действительно шагает семимильными шагами. Теперь у нас в крае появится самая большая солнечная электростанция в России. Это действительно повод для того, чтобы гордиться этим. Ну, от промышленности и экономики давайте перейдем к сельскому хозяйству. Лето, разгар, естественно, сельскохозяйственных работ. Вот, что сейчас происходит в Грачевском районе именно в плане сельского хозяйства и в сфере этой? Ну, в Грачевском районе, я уже сказал в начале передачи о том, что, значит, уборочная страда одна из самых главных компаний наших аграриев. В принципе, сам Грачевский район имеет сельскохозяйственное направление, потому что более 65% одруженных товаров, работа, услуг, они приходятся именно на отрасль сельского хозяйства. Значит, если сравнить итоги уборочной кампании прошлого года, то буквально несколько цифр. В принципе, мы по прошлому году никаких рекордов не достигли. Получено 230 тысяч тонн валового сбора, да, в том числе 190 тысяч тонн пшеницы. Порядка 70% это продовольственное зерно, средняя урожайность 32-35 центнеров с гектара. В части экономики, значит, сельхозотрасли, в принципе, стоимость произведенной всей сельхозпродукции, она составила больше 3,5 миллиардов рублей. Себестоимость реализации, соответственно, 1,5 миллиона рублей. Все предприятия в прошлом году, в принципе, добились прибыли. Это порядка около 400 миллионов рублей. Это практически в два раза больше, чем уровня 2017 года. Но он сам 2018 год, несмотря на тяжелую, скажем так, климатическую составляющую, тем не менее, экономика сложилась у сельхозпроизводителей в плюсе. А сегодня 2019 засуха, это жара? Сегодня, да. Погода, пока что, по ходу дела, неблаговолима. Скажу, что, в принципе, аграрии планируют выйти на показатели прошлого года, именно на производственные показатели. Убрано порядка 20% площадей уже. В принципе, результаты пока... Одинаковые, да? Ну, скажу, 35 центнеров с гектара мы сегодня на круг по сельхозпроизводителям, то есть крупным, средним предприятиям, по крестьянско-фермерским хозяйствам имеем эту урожайность. Вот, и если смотреть на качество, ну, пока те площади, которые мы начали выбирать, понятно, это начало уборки, они в целом не характеризуют общую составляющую. Вот, ну, качество пока, скажем так, не очень великое, ну, посмотрим, посмотрим. Вот, есть проблемы, скажем так, о которых говорит и говорил губернатор, министр сельского хозяйства. Сегодня прошла видеоконференция с районами. Значит, есть проблемы по территориям, в том числе и в Горчевском районе. Я говорю о противопожарной безопасности, то, на что, скажем так, нас ориентируют руководители региона и министерство сельского хозяйства. Поэтому сегодня оперативно провели заседание комиссии по КЧС, в том числе штаб уборочный. Мы поставили еще раз задачи по соблюдению всех требований пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности при проведении сельхозработ. То есть, вот, скажем так, это те ориентиры, на которые мы сейчас, скажем так, ставим основную задачу и упор. Да, да. Но сама уборочная кампания, конечно, я думаю, пройдет успешно. В течение двух-трех недель мы планируем, конечно, все работы выполнить, в том числе сопутствующие, которые есть на наших полях. Сельское хозяйство подразумевает, конечно, только уборку урожая. Это и фермы, и животное, животно-фермерское хозяйство. Вот в этих направлениях, как обстоят дела в Грачевском районе? Ну, хочу сказать, что... Над чем работать? Есть работать, есть цели и задачи, которые перед нами поставлены и губернатором, и профильным министерством. Упор – это развитие животноводства, это развитие молочно-товарных ферм. И, конечно, скажу, что в основе своей Грачевский район и, скажем так, агропромышленный кулак, который есть, там, в принципе, основное направление – это зерновое производство. Все-таки зерновое. Вот. Поэтому мы в части тех мероприятий, которые планируем по выполнению этих задач, мы ориентируем наши малые формы, крестьянско-фермерские хозяйства, те, которые уже зарекомендовали себя как участники именно по производству молока, мяса, чтобы их переориентировать на участие в рантовой поддержке, значит, создание семейных животноводческих ферм и, в том числе, наращивание показателей по, значит, маточному поголовью, по, значит, наращиванию производства молока и мяса, потому что с нас эту задачу никто не снимает, и мы ее должны выполнить. Роман Анатольевич, у нас есть звонок. Да, пожалуйста. Давайте ответим на него. Здравствуйте. Да, алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо, Надежда Александровна. К сожалению, шесть населенных пунктов района не попали в зону охвата цифрового телевидения, в том числе и село Сергийское, о чем говорит Надежда Александровна. Это, скажем так, самое крупное село и самый крупный населенный пункт, в котором количество жителей, не имеющего цифрового телевидения, охвата именно цифровым телевидением, вынуждено, конечно, приобретать и ставить установки, спутниковые антенны для того, чтобы получать уже не аналоговое телевидение, а цифру. В этой части мы прорабатываем сейчас вопросы именно с компанией МТС для того, чтобы где-то усилить прием сигналов, соответственно, поставив какое-то дополнительное оборудование. Ну и, естественно, та категория граждан, которая в первую очередь нуждалась в обеспечении цифрового телевидения, мы в течение полугода готовились и все эти вопросы, конечно, решали вместе с главами поселений. На сегодняшний момент спутниковое телевидение, оно обеспечивает возможность приема цифрового телевидения. Вот. Ну, если у Надежды Александровны я как бы записал фамилию, есть как бы в этом плане там какие-то, соответственно, проблемы, я, естественно, после передачи телефон, надеюсь, останется. Да, я думаю, что у нас есть телефон. И мы в рабочем режиме, скажем так, отработаем решение вопроса. Вот так. Роман Анатольевич, ну, если вот говорить, да, все-таки закончить тему цифрового телевидения, к какому моменту, есть так предположить, район будет обеспечен? Ну, я хочу... Если так планы выстроить... Ну, вы же поймите, что цифровое телевидение – это задача... Вообще, в принципе, по стабилам не всегда. ...в российской телекомпании, которая обеспечила установку необходимого оборудования для приема цифрового сигнала. Вот. Здесь только, скажем так, работа с населением, работа тех компаний, которые обеспечивают спутниковым телевидением. Ну, к сожалению, вот шесть населенных пунктов района, они не попали. И поэтому район, он не единственный. Насколько мне известно, порядка, там, по-моему, что-то 90 тысяч человек по краю не обеспечены были цифровым телевидением. И своевременно, до определенного срока, мы должны были, как, скажем так, обыватели, потребители, обеспечить себя приемом качественным. Угу. Ну, работа в любом случае ведется. Да. У нас есть еще один вопрос, это уже нам прислали его в WhatsApp. Добрый вечер. Когда решится вопрос в снабжении питьевой водой в селе Сергеевское? Мы уже ответили на этот вопрос в начале нашей программы. Ну, я могу добавить еще, если прокомментировать коротко. Село Сергеевское обслуживается Александровским водоканалом. Там есть своя система родников, которая, в принципе, в осенне-зимний период обеспечивает жителей села Сергеевского в полном объеме питьевой водой. Питьевой водой. Да. С учетом того, что в летний период там есть определенный дефицит, а он практически в полтора раза больше тех объемов, которые дают родники, и там необходимо рассматривался вопрос на закате, так сказать, советских времен, о том, чтобы привезти воду с Александровского района и, соответственно, дать в необходимом количестве ее для жителей села Сергеевского. Этот проект, он, скажем так, капиталоемкий, очень большой, но я знаю, что министерству ЖКХ даны поручения соответствующие, они его, соответственно, прорабатывают. Надеюсь на положительное решение, и все-таки в ближайшее время, может быть, либо проектно-сметная документация будет как-то разрабатываться, и водовод практически протяженностью 42 километра, цена вопроса 200 миллионов рублей. Большая цена вопроса. Да, поэтому, к сожалению, да, есть такой неприятный момент, жители очень часто обращают на это внимание. У нас остается не так много времени до конца нашего эфира, но, тем не менее, у нас есть звонок, еще один, на который мы просто не можем не ответить. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Здравствуйте, Анастасия. В семье такая ситуация. Мой супруг, ребенок, на протяжении 5 лет мы стоим в очереди на получение жилья для таких детей. Мы сейчас живем в съемном доме, и нам предлагали, конечно, жилье в Ставрополье, потому что в районе нет возможности предоставления такого жилья. А мы хотели бы в любом случае все равно получить жилье именно в районе, потому что возможности переезжать в город у нас нет. Скажите, пожалуйста, планируется ли какое-то строительство жилья для таких детей, и стоит ли нам вообще надеяться, что когда-нибудь нам все-таки выделят жилье в районе? Спасибо вам большое за вопрос, Роман Анастасия. Я думаю, что надеяться и верить необходимо. И вопрос сложный в части строительства в Ирачевском районе. Кроме индивидуального жилищного строительства практически никакого не ведется. Но планируется? Губернаторам поручено пяти территориям, в том числе и Ирачевскому району, подготовиться к реализации вопроса обеспечения жильем детей-сирот, в том числе муниципальных служащих, где имеются очереди. И сейчас прорабатывается дорожная карта администрации района. И планируется, что в текущем году Министерство имущественных отношений, Министерство строительства будет доготовить, скажем так, проектную документацию типовых жилых домов многоквартирных. Это будет во многих поселениях? Пять территорий определены. Грачевский, Новоселецкий, Степновский, Труновский районы. А в самой Грачевской районе? В самой Грачевке запланировано строительство 100-квартирного жилого дома, которое будет предполагать как раз-таки для решения вопроса обеспечения жильем детей-сирот и муниципальных служащих. Уже в 2020 году реализация начнется проекта. Если начнется в 2020 году, то окончание проекта где-то будет в 2023 году. 2021. 2021. Даже так. Быстро. Роман Анатольевич, у нас остается всего лишь 3 минуты. Я не могу не спросить про, наверное, самую актуальную, самую больную, вечную тему. Это дороги. 284 километра у вас в районе. 57% еще пока что не приводено. Да, около 300 километров муниципальных дорог, вы уже правильно сказали, более 51% несоответствующих нормативному требованию. Сегодня опять скажу, что благодаря поддержке губернатора, благодаря тем программам, которые есть через Краевой дорожный фонд, через нацпроект безопасной и качественной автомобильной дороги, Аграчевский район входит в состав Старопольской агломерации. В текущем году район, с учетом своих средств, получает 70 миллионов рублей. Это в 3,5 раза больше консолидированного дорожного фонда в целом района. И мы планируем выполнить ремонты, скажем так, по нацпроекту в 7 улиц, в 4 муниципалитетах. В рамках Краевого дорожного фонда также уже отремонтирована дорога в селе Сергиевском, улица Карломарца. То есть это центральная часть. В 2019 году до конца еще будет что-то делать, правильно? Вот это все, это все, это текущий год, до конца года, до 1 сентября мы должны все эти вопросы выполнить. И вот этот объем средств, он позволит, в принципе, 10 километров отремонтировать дорог в районе, что, естественно, снизит этот показатель по ненормативному соответствию наших автомобильных дорог. Роман Анатольевич, время наше на исходе, мы еще с вами много тем не успели поднять, но я думаю, что вы к нам еще приедете, и мы обязательно продолжим диалог о Грачевском муниципальном районе Ставропольского края. А у нас сегодня в гостях был его глава Роман Анатольевич Коврыга. Роман Анатольевич, еще раз вам спасибо за ваши понятные, доступные и такие широкие ответы. Приезжайте к нам в гости почаще. Вам хорошего вечера, хороших будущих выходных. Ну а мы на этом с вами прощаемся. Это был прямой эфир. В студии была Александра Бакалюк. Оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова